Министерство внутренних дел обратилось к гражданам Республики Казахстан с предложением по выкупу оружия. Для этого необходимо обратиться в районное управление внутренних дел с соответствующим заявлением. Принимаются не только автоматы, пистолеты и ружья, также скупаются гранаты, мины, артиллерийские снаряды и взрывчатые вещества. Гражданин должен явиться в орган внутренних дел с заявлением, удостоверением личности, РНН, а также с беркнижкой, на счет которой будут ему перечисляться деньги в соответствии с законом. За автомат можно получить 160 тысяч тенге, за карабин или винтовку до 80 тысяч, ружье оценивается в 48 тысяч, а травматический пистолет в 16 тысяч тенге. Правда, оружие должно быть исправным. Если оно не рабочее, то за него можно выручить лишь половину стоимости. Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. Кроме того, есть и другие условия сдачи. Когда оружие будет сдано гражданину в орган внутренних дел, оно будет проверяться по всем учетам, криминальное оружие или зарегистрированное оружие. Если оно будет зарегистрировано ранее, где-то проходило зарегистрированное оружие, то за него выплата производится не будет. В целях предотвращения травм МВД просит не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами. Ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефону на номер 102, либо с сотового телефона на номер 112. Акция по приему оружия продлится до 31 марта. Ренат Хамедулин, Кирилл Мачалин, информационная служба телекомпании ОТРАР.